Две основные проблемы школ, которые обучают. Первая проблема, одни говорят, им нечего сказать, они только говорят, убегай. Человек заходит в подъезд, там гопники, бежать некуда, ограниченное пространство. Гуляю в парке, вот сейчас вы посмотрите парк, гуляют молодые люди с женами, с детьми. И вот я сейчас гуляю со своей женой, со своим ребенком, вот ты доставай нож. Я убежал, оставил, ну порезали, там убили мою жену, мою семью. Будет определяться ситуация, и бывает ситуация, когда ты не можешь убежать. Ты иногда сам погибай, но товарища выручайся. На 90-х годах я уволился с армии, нужно было как-то на что-то жить. В армии денег не платили, многие не захотели второй раз притягу давать другому государству. А я еще в Советском Союзе нес боевую дежурность, офицером был. И каждый ушел в бизнес. Мы в Твери начали продавать машины, потом открыли первый салон по продаже машин. Самый один из криминальных видов бизнеса был. Ну, на первом месте это водка была. Потом машины шли. Ну, мы не рассматриваем оружие, наркотики. И вот мы одну партию машин хотели продать, большую. Смен купец с Москвы, который покупать. У меня друг-партнер был, боксер. Потом в тюрьме отсидел, тренером был по боксу. Там кличка тренер была, сейчас его в живых нет. И в этой жизни всегда что-то меняется. Правила игры, ситуация. И на момент приезда человек приехал в Тверь с деньгами. И цены поднялись. Халтада на девятке, модный такой-то. Все, там у него бабло лежит. И мой друг, тренер по боксу, он уличный боец был хороший. Такое, говорит, ты знаешь, цены на 20% скаканули. Ну, то говорит, окей. Пошел в машину. Из машины выходит со сверточком. Вот так вот подходит. Что ты сказал? И первое, он его по уху ебанул. И второе, вот он ему вот так вот нож представил. Вот сюда к уху, блядь. Чего, сука, ухо отрезать, блядь? Цена сказал, поднял, блядь. Чего нахуй? И вот я понял, что мой друг, хотя он был очень хороший спортсмен, он просто обвалился, блядь. Причем моментально. Он вначале побелел, покраснел. То есть, а это была ситуация, вот, причем не знаю, отработанная, не отработанная. Ну, у него просто в машине, на всякий случай, как это, чтобы нож не светить. Газетка, да? Газетка, журнальчик, ну, как сейчас помню, газетка, да? И вот он подошел со сверточком. Он, наверное, подумал, что там бабки лежат, да? И первое, что сделал он, он вот так вот раз по уху, как дал. И сразу вот такой тесак. Причем тесак был по уху. И вдруг из этой газеты вот просто вот так вот светануло. И он вот так вот, ему кух. Ти что, ухо, говорит, отрезать? Ты что, говорит, цены поднял бы? Так тупор был. Это был полный песец. Что против ножа ничего не работает. Первое. Когда есть дистанция, раз. Но это минимум, дистанция выйдет. То есть первое, отвлечь. Отвлечь внимание. Пусть идет сразу же, сразу же. Магри с израильскими, с израильтянами работал. Там у них был мастер по ножевому бою. Он не заметил. Ботиночек так приспустил. И... Телефон, деньги. Школы, они, которые отрабатывают самооборону против ножа. То есть что они отрабатывают? Они отрабатывают, что человек стоит возле стены, возле дерева, или просто вот так вот встань. И наставят мне сейчас нож и горло, да? Опять же, они начинают отрабатывать какие-то техники статичные, но они не рассматривают, как человека поставили под нож. На самом деле, вот есть удар, есть захват. Разница только в чем отличается в скорости, да? Вот ставь мне нож к горлу, да, допустим. На самом деле, мне нужно уходить. Я же не знаю, вот тебе поставили нож к горлу, что от тебя хотят? Деньги? Или же, ну вот мы сейчас хотели в подъезде, да, поехать и конкретно отработать уже ситуационный тренинг. Это чисто гоп-стук. Потому что те, кто говорят, что первое, против ножа нужно убегать, с одной стороны, они правы. Но когда можно убежать, когда можно принять моментальное решение, мы сейчас даже не говорим. Это дистанция, но хотя бы это примерно, вытяни руку, да, это примерно полтора метра. Если ты увидел какой-то обкурок, там, идет вот здесь в парке с ножом, вот там, целенаправленно. Естественно, целенаправленно. У него психика разогнана до инстинкта убийцы. И вот, например, вот как во французском легионе обучают, вот так вот голову опустил, встал и пошел, и пошел, и пошел. И начинает кошмарить. Начальный уровень, нулевой, и он может быть даже на высших уровнях. Жизнь всегда будет ценнее. Нету жены, семьи. Увидел расстояние, там, где-то полтора-два метра, человек засветил нож. Короче, однозначно нужно убегать. Потому что ни один мастер в мире, он не может дать никаких стопроцентных готовых решений против ножа. Самые опасные люди, которые вообще не занимались никакими боевыми искусствами. Например, в бокс приходит молодой человек, его сразу тренер не ставит с собой. На защите. Его вначале перед зеркалом поставил, потом перед грушу, потом только поставил на лапу, да, потому что бывает он даже по лапе, а вместо лапы промахнулся, тренеру зарядил. Бывали ситуации, когда мастера спорта по боксу приезжал новичок какой-то плюхой. В свое время проводили спарринги по ножевому бою в Москве. Парень дагестанец, 15-16 лет, всех порезал, у них в крови сидят. Поэтому нож самое страшное оружие, раз, и коридор, вот ты просто как-то проходишь. Ну, да, да. Ну что, деньги! Деньги! Деньги давай! Это мастерство по системе Станиславского. Это одна из самых лучших систем. Это работа с образами, это вхождение в образ. Она как применялась со спецслужбами, так она в лучших школах драматического искусства. И в Америке, в Англии, в Европе до сих пор считается самой лучшей. Короче, первый реально представляет себя гопника, наркомана, которому нужна доза, которому нужен телефончик или еще что-то, да. И вот человек проходит, ну, как-то неожиданно, ты его ставишь и для себя смотришь ситуацию такую. Можешь ли ты в этой ситуации что-то сделать, когда очень быстро тебя, просто неожиданно, это эффект неожиданности, да, там, этот, ну, заход, когда... Ты идешь с работы домой, оба проверяйся. Ты идешь, ну, глядь, ну, че, там, это, да, и вот как пацанчик там, ну, че, давай там, да, это. Ну, да. Там, у тебя нож где-то спрятан, то есть, опять же, это может быть вариант вот скрытого импровизированного оружия, да. Сейчас, сейчас, погоди, да, 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 и вот у меня, ну, хочется вот в правом кармане мне достать, ты, вот, вот, и вот здесь уже можно что-то работать. Рассмотрим ситуацию, ну, опять же, нужно четко понять, если вас захотели убить, вас, вас уже убили бы. И реальности в ближней дистанции, ну, то есть, профессионалы, если заказали с ножом, а это очень высокооплачиваемое убийство, которое маскируется, там, да, по гоп-гоп-стопу или еще что-то, да. В свое время тут одного там, ну, он живой, один госчиновник, одни два брата, там, один, ну, отсидел. Так вот, на самом деле, если вас хотели убить, вас убили. Это уже сверх чуйка, шестое чувство интуиции, когда тебя просто там не должно быть. Мы сейчас рассматриваем, рассматриваем варианты гоп-стопа, да, угроза наставления ножа. Какие могут быть варианты? Вариант, может быть, смотри, для начала мы в более простых вариантах рассмотрим. От простого к сложному. Вот, смотри, тебя поставили, просто вот одна рука. Твои действия, ты, например, стал бы сейчас вдать какую-то самооборону? У стены? Да. Особо нет. Посмотри, у тебя, видишь, у тебя руки опущены, да? Вот сейчас любое твое действие, ты руки приподнимай вверх. Да. Любые твои действия, любые час твои движения, ставь меня... Провоцирует, готов, чтобы порезать. Да, провоцирует, да? И вот здесь, опять же, любые мои часы, вот я дергаюсь, ты меня режешь. Опять же, ну, начинается как бы с условий, какие цели, задачи, да? То есть ты мне говоришь деньги. Опять же, вот, погоди, вот они. И если у тебя взгляд только опустился, только играть, раз. Моя задача не показывать, что я какой-то мачо там или чем-то обладаю. Моя задача обвалиться. Эй, эй, вот, вот, вот у меня, вот, ну, возьми деньги. Вот оно здесь. То есть моя задача любым возможностью переключить внимание, раз. Второй момент. Я, опять же, ты меня наставил. Сейчас любые мои какие-то действия, я вот сейчас буду, вот сейчас тянуться. Вот, если я потянулся вот сюда, я сам себе вот сюда порезал. Многие говорят, нужно вбить в пах, что происходит. Я тебе наношу удар в пах, ты сгибаешься, и у тебя рука автоматически режет. Поэтому, первый момент, это прикладная психология, да? Например, как учили в советской школе КГБ, там, девушек, женщин. Если где-то какая-то идет ситуация, да, то, грубо говоря, становись на колени и предлагай там сосать, там, да? И дальше откуси, там, его или что, убей, или еще что-то, да? Или вот какие-то такие вещи. То есть полностью. Так вот, первое, да? От вас что-то хотят. Мы не идем сила против силы. Мы пытаемся найти какой-то момент, чтобы на чем-то сыграть. То есть, вот, я показываю, я и пугаюсь, или еще что-то. Вот, потек, я потек, и вот, вот, в кармане, на, возьми. Первый момент, он как только в этот момент, он ослабил, вот, у тебя ты туда пошел. Вот, первое, опять же, сразу же идет удар, идет удар. Оглушающий. Идет удар в ухо, да? Вот, и с уходом. Следующий идет удар. Здесь идет удар. Но идет, идет серия каких-то ударов. Тема нашего сегодняшнего занятия Самооборона против ножа. Если кто не знает, нож – самое страшное и опасное оружие. И практически нет никакой панацеи. Статистика смертельных исходов – это поражение верхних дыхательных путей. Шансов никаких. В брюхо попали, еще шанс есть. Но в системе, помимо техники, тактики, стратегии, есть боевая медицина, да? Допустим, если брюхо вспороли, кишки, допустим, да, вывалились. Ни в коем случае кишки в брюхо не заталкиваем. Сразу прихватили брюхо, кишки куда-то в пиджак, в пакетные и быстрее бежать, да? То есть в системе есть и техника, тактика, стратегия реального боя. Есть боевая медицина. Допустим, в челюсть удар пропустил, да, зубы там, да, в зубы тебе выбили, зубы выплевываешь. Потому что есть вероятность того, что можешь на вдохе поперхнуться и, может быть, умереть, да? Опять же, как проверить, допустим, если челюсть сломана, не сломана, да, допустим, палец прикусываешь. Если палец прикусить сможешь, значит, челюсть не сломан. Если палец прикусить не можешь, значит, челюсть сломан. То есть есть боевая медицина, а есть еще правовая, криминальная, юридическая подготовка. Так вот, эксперты, криминалисты, они что говорят, статистика смертельных исходов 90% это поражение верхних дыхательных путей, в шею попадает удар ножом в любую точку, как правило шея и легкие 4 минуты, 4 минуты смерть наступает, то есть вот это быстрая смерть, так же если в сердце попали, тоже быстрая смерть, но печень это медленная смерть, возможно еще куда-то в пучке. Гоп-стоп, представили, да? Раз тебя представили, да? Ну, говорят, что ничего делать не надо, отдаем все, что есть, но очень много случаев после того, когда все забирали, человека все равно убивали, потому что это наркоман, раз, ситуация может пойти не по сценарию, два, сбрасываешь, перебрасываешь, и вот. Удар должен быть первое. Отличительная особенность системы, мы работаем на боевых рефлексах. Спортивное мышление не работает, работает только боевое мышление. Раз. С искусства ножового боя. Начиная с древних времен, вот три основных инструмента воздействия на тело и на разум и на человеческую душу. Первое, это нож, с помощью ножа лечат, делают хирургические операции, также ножом убивают. Второе, это травы, это лекарства и это яды. И третье, это слово. Слово также лечат и слово также убивают. Как наносить удары ножом? Конечно, это лучше отрабатывать на туши свиной, да? Маленький колючий удар, именно всем телом, прямой рукой привести. Смотрим результат. Вариант, когда просто, вариант представления так, вариант представления так, вариант второй рукой, еще опаснее, когда его натягивают. Вот его вот так вот удерживают конкретно. Конкретно вот здесь, в чем проблема? Это сонная артерия, вот сюда к сонной артерии ставят вот сюда, и вот его вот так вот натягивают. И любые какие-то сейчас действия, его движения. Ставь. А, тихо, 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 тихо. Едем дохуясь, да. Бери, 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 бери. Пришипнируется. В этом месте мы в жизни ставим, и в жизни всегда работают не какие-то приемы, да? Там, какого-то бокса, кикбокс, на живой бой. Это умение, импровизация, это вот как вождение экстремальной автомобиля, да? Уметь, уметь среагировать, да? И сыграть, как игра в покер, показать, сблифовать на чем-то. Показать искусство войны, обмана, да? Показать, что ты слабый. Вот это первое, да? Давай, ты как-то попробуй. Барки, попробуй. Хорошо, хорошо. Вот это первый момент, уловили, да? Еще раз, да? Вляпу. Здесь наша задача работать на боевых рефлексах. Реально не знаем, что это. То есть, это удар, это идет удар ножом, или же это угроза представления, да? Первое. Ты попал уже. Да, ты попал. Это Петр. Петр. Познакомься. Володя. Петр. Хорошо. Чем больше я расслаблюсь, тем больше. Вот начинай мне еще раз, вот, еще раз начинать. Вот. Вот, еще раз. Посмотри. Ты сейчас начинай ставь меня под нож. То есть, грубо говоря, мне нужно, мне нужно, опустил, что тебя поставили, да? Если тебя, вот, человек взял на удушающую, пусть ему тебя взяли, то есть, очень быстро тебя человек задушит. Ну, идет, ну, все, ты не все, ты, 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 ну, ты сразу хлопай. Мне нужно уходить, встраиваться, уходить, встраиваться первым, ну, к шее. Ну, представил еще раз. Я начинаю уходить. Вот у меня здесь шея, у меня здесь плечико пошло. Вот идет работа, вот идет работа. Идет сразу же, сейчас я не покажу, на грудь обозначу вот здесь, не бойся. Идет очень реальный, реальный жесткий удар, который идет вот сюда, в носогубную часть, вот сюда идет под 45 градусов, да? То есть, вот, проводи. Первое, что нужно учиться? Наносить шоковые удары и выходить на контроль руки. Наносили, а потом, чтобы он не знал, что он наносил. Так, первое, вот, Саша, то, что ты сейчас стал делать, забудь про это. Против ножа никакой борьбы, никакой борьбы быть не может. Подрежут. Подрежут. Даже как-то в домах делал, просто здесь подрежут. В Воронеже было убийство возле ночного клуба. Был конфликт в клубе. Один стоял на улице, поджидал. Нож был сзади спрятан. Второй вышел. Он оказался бывший собровец, убоповец. Занимался самбо. И что произошло? Человек на него делает нападение. У них уже был конфликт. И он ему, даже камера еле следила движение ножа, было три удара. Один в руку, другой в селезенку. Пост в сердце. Держи нож, что произошло. Вот ты на меня как-то нападай. И вот он вышел на него. Дальше он ему делает классическую заднюю подножку. Он упал. Вставай, убегай. Короче, он завалил его. Затем камера, видеокамера показывает. Человек, который его победил, завалил. Он такой довольный, обратно возвращается. И неожиданно резко падает. И к нему подбегает. Быстро, резко встает. И уже падает, совсем не встает. То есть на адреналине получил три удара было. Один удар был в руку, другой в селезенку, третий в сердце. В сердце был смертельный удар, но он еще как курица, курица без головы. Он еще сделал несколько шагов, он прошелся, постоял. Затем упал, резко встал и все. Так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удары. Так, сколько было два удара? Самозащита, самообороны против ножа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько на ударах насчитал? Штук 5-6. Штук 5-6. Два из них было смертельных. Один в сердце. Краты. Вот, допустим, идет удар снизу, выставляешь блок. Вот он, блок. Проводи. Сразу же подрез, подрез, и идет следующий, следующий удар. Блок. Сразу же подрез, сразу же идет удар. Блок. Подрез, 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 удар. Существует два подхода в боевых искусствах. Первый подход. Это блок. Это по принципу стена. Но в чем можно сравнить? На тебя машина едет, и представь, что ты остался на месте, и пытаешься эту машину остановить. В нашей системе мы учим уходить с линии огня, с линии атаки. Первое. Есть уход. Уход с линии огня, с линии атаки. Вот, вот эта ошибка, то, что... Ай-ай-ай-ай-ай, больно ж, блядь. Вот, теперь смотри, вот эта жизненная четкая ситуация... То есть, как подрезали тебя сегодня. Да, блядь, в район сердца смертельный удар. Ну да. Вот удар пришелся... Сердце засадил. То есть, что мы рассматривали? Мне сейчас удар ножом. Вот, вот это ошибка, то, что делают люди. И как в айкидо руку оставляет, да? Я еще раз делаю. Но если он наносит серию ударов... Вот я сейчас... Пошел, пошел, пошел. Все. И теперь что произошло? Как только человек что-то пытается схватить, а руки, пальцы на 25% представляют наш мозг. Центральная нервная система, она испокон веков работает на выживание. В каждом человеке сидит инстинкт самостранения, чувство страха. Так вот, страх – это наш союзник, который нам подсказывает, что есть возможность убежать. Куда вести? Хорошо, смотри. Хорошо. Эти все вещи, они не работают. Сразу идет подрез, идет, сразу идет удар. Сразу идет подрез, сразу же подрез и идет удар. Руку и делай отпор ножа. Что сейчас было? Я сейчас останавливал руку и давал тебе отобрать. На скорости просто… Можешь попробовать? Хорошо? Хорошо, пообил. Давай, давай, давай. Просто сейчас один удар. Первое. Теперь смотри. На самом деле большая проблема такая. Человек, который с ножом, это у него инстинкт убийцы. Он маньяк. Как обучает во французском легионе, вот опустил. И пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, как швейная машинка Зинга. И был макет. Теперь, когда появился, представь, вот он, сверкнула вот эта сталь. И представь, что ни о каких отборах ножа речи быть не может. Считает средства массовой информации. Очень много титулованных спортсменов, которых убили ножом. В свое время ко мне приезжал тренер, мастер спорта международного класса по самбо. И в их школе убили чемпиона мира, молодого парня по боевому самбо. Вчера он стал чемпионом. На следующий день они отметили в школе чай с тортиком или с другом домой. Вечером входит в подворотню. И вдруг из подворотни выбегает мужик с ножом. И быстро наносит человеку удар. Вот этому чемпиону. Удар пришелся куда-то воборот с горла. Мгновенная смерть. Тот даже среагировать не успел. Тот человек, который нанес удар, он оказался сам, можно сказать, таким профессиональным языком, как терпила. Во дворе на него напали гопники. Он случайно от кого-то отбился. Выбил нож. Нож подобрал и бежать. В подворотню забегает, входит еще двое. Он их принял за сообщников и нанес удар. То есть мгновенная смерть. Поэтому. Удар был один всего? Да, один удар. Один удар пришелся. Ну, случайно смерть. Я расскажу. Потому что надо так четко попасть. Я скажу заблуждение многих специалистов от быть каким-то профессионалом, чтобы убить человека. Статистика смертельных исходов показывает, что каждый второй случай убийства ножом, это на бытовухе происходит. И 80% это с применением алкоголя. И на бытовухе, как правило, там по 20-30 ударов. По 20-30 ударов. Мало кто знает, что женщины убивают очень часто мужчин. Вот, например, известный боксер Артур Агатти, его жена убила. И многих людей, ну, женщины, особенно ночью, там, да, или... Такие случаи... Притом при всем бьют сразу на поражение. Плюс ко всему, вот самый опасный, это не какой-то спортсмен, который изучает ножевые бои, не военный. Самый опасный, это худосочный подросток, наркоман. Вот в 2003 году у меня ученик в школе был. Два года отзанимался. Но до этого 10 лет там занимался дзюдо, армейским рукопашным боем. Я его тормозил постоянно. После тренировки мы... Он был очень перспективный. На видео есть, он там спецакробатику хорошо делал. Заходил, ну, домой после тренировки пришел, лег спать. Соседка звонит, бабка с деткой. И подросток, 14 лет, в дурке состоял. Он периодически приходил, его контролировал. Они его в очередной, Саша, пойдем, этот самый... Он как чувствовал, что не хотел. Нет, не хочу, не хочу. Вот в одних трусах все-таки встал. И вот к двери подходить, его как какая-то сила выталкивает. Он так разворачивается, а бабка его туда заталкивает. И из кухни выбегает этот придурок, пацан. Этому было 22 года, ему вот этому было лет 15. Из кухни выбегает и кухонным ножом наносит. Вот он в полоборота был. Ну, а вот сюда пришел удар. Буквально минута, отец выбежал, на его глазах все, покойник. Поэтому статистика смертельных исходов, это поражение верхних дыхательных путей. Все. Блоки не работают. Сразу же пойдет, пойдет удар, буду удар наносить в лоб, буду удар наносить в глаза. Моя левая, вот идет контроль, контроль. И сразу же, если повернуться, удар в ухо пойдет. И после этого, может быть, я что-то буду делать. То есть, первое, ну, длина первая, я ухожу. Я ухожу с линии огня, с линии атаки. Дальше я начинаю подрабатывать. Отличительная особенность системы, это боевая психология. Работа идет как на более продвинутых уровнях со спецподразделениями, с реальными ножами. Но здесь, даже вот эти ножи, нужно понимать, что попадешь в глаз, человек без глаза останется. Опять же, если глаз случайно выпал, сразу же ищем рядом, где мороженое продается, лед, пакет и к врачу бежим. То есть, посмотрите, движения очень мягкие, плавные. Они основаны на уходах. Вот эти вещи не работают. Я провожу, выставив блок, сразу идет подрез, этот блок подрез и сразу же, сразу же идет. Так вот, первое, блоки не работают, раз. Есть только шанс, опять же, убегать. Но, нужно понимать, с ближней дистанции, если вас захотели убить, вас убьют. То есть, если вас заказали. Ну, убивают президентов Америки. И никакая служба безопасности не поможет. То есть, профессионал, он просто войдет и неожиданно от площадь Капошвара лет 15 назад на джипе въехал один авторитетный спортсмен. Дорогу проходил дедушка с внуком. Он его на пешеходном переходе не пропустил. Дед стукнул в сердцах по капоту. Этот молодой спортсмен выбежал, или не совсем молодой, деду бам, челик мне. Дед вот так вот сложился. Затем вот так вот на коленках вот так подползает. Говорит, сынок говорит, прости меня. И заточку под сердце вогнал. Дед 25 лет крытко за убийство отсидел. В резонансном случае, вот здесь площадь Капошвара. То есть, смысл такой, что нужно понимать, ни один мастер никогда не сможет показать ступроцентную работу против ножа. Дистанция. Ну, сейчас мы не говорим, как в Америке. Американские полицейские учат 21 фут, это 6 метров. И с этой дистанции есть возможность убегать. Ты можешь успеть. Первое. Обязательно должен быть уход с линии огня, с линии атаки. Еще раз. Контроль ситуации. И в этот момент я или же бегу за спину, я отхожу и использую. То есть, применение подручных средств против ножа. Это рядом есть палка. В данном случае, опять же, была кепка. Но как было, еще раз проводи. Был уход. И моментально работа двух рук. Уход. Разрыв дистанции. Ногами защищаюсь. Ногами я защищаюсь, но в этот момент я перезаряжаю. Но опять же, какая будет ошибка. Ошибка. Проводи меня. Я остался на месте. Я в этот момент падаю. Так вот, что происходит? Так вот, нужно учиться. А система основана на синхронизации межполушария мозга. Выполнение одновременно защитно-атакующих действий. Должна быть оценка ситуации. Как говорят, убегай. Но человек заходит в подъезд, там гопники. Бежать некуда. Ограниченное пространство. Все уже вляпал? Нет. Здесь наша задача. Шел какой-то конфликт. Слышь там? Ну, в борьбу со мной иди какую-то. Человек бывает достает нож. Мы всегда уходим. Мы всегда уходим. Первое. Мы учимся делать шаг под 45 градусов. Шаг под 45 градусов. И в дальнейшем мы начинаем как бы вставлять. То есть мы не идем. Мы не идем на прямое столкновение. Потому что на улице. А сейчас люди, как правило, из диаспор. Практически 90% они все ходят с ножами. И нужно понимать. Вот ты с ним завязался. У него быстро в руке в нож. Поэтому первое, что мы учим. Мы учим уходить с линии огня, с линии атаки. Это нужно очень быстрые рефлексы. Насчет чего основано. То есть одной рукой нужно контролировать. Раз. Второй рукой наносить удар. И дальше переходить на какую-то технику работы. Проводить. Но на самом деле, нужно уходить с линии огня, с линии атаки. Первое. То есть что? Какой принцип? Принцип основан на испуге. Проводить. Мое движение. Вот оно мое движение. Даже если он где-то режет мою руку. Он режет мою. Но. Мое вот это движение. Первое, которое идет. Поставлю. И вот здесь идет уже контроль. Нанесение ударов по глазам. Нанесение удара по носу. Вот. От движения. Теперь посмотрите. Как определить, допустим, работает система или не работает. Человек. Но. Вот есть два варианта. Посмотри. Вот мы отрабатываем серийные удары. Стих. Может нанести. Может быть такие. Раз. Два. Три. Сделай шаг. Раз. Два. Вот кого-то я как отход. Раз. Опа. Блядь. Все. Отдыхаем. Считаем. Считаем, что это информация. Теперь считай, что у тебя полщеки нету. Вот сюда смотри. Вот сюда вспороло, да. Короче, ну не инвалид. Но повезло. Если бы по сонной артерии. В течение четырех минут. Если быстро не наложить жгут. Короче, истекаешь. Я ухожу с линии огня. С линии атаки. Мы реально отрабатываем. Реальные удары. Реальные защиты. Потому что. Или же вообще лучше ничего не делать. Но. Мы как начинаем. Мы вначале работаем с макетами. Потом мы эти вещи начинаем с боевыми ножами. Но с боевыми ножами. Есть ответственность обоих. Потому что. Вариант такой. Может вылететь. Айкидо. Что они показывают. Вот. Вот он. Руку оставляет. Вот здесь. И дает работать. Руку. Вот. Опа. Быстро. Посмотри. В реальности. Очень быстро идет удар. Проведи. Вот. Уже сразу. И сразу же. Вот сейчас. Вот сейчас я. Вот это был. Реальный удар по глазам. Вот это удар был по носу. Раз. Второе. Был контроль. И потом. Я уже принимал бы решение. Я нож выбивал бы. Не выбивал. Где-то я получил. Получил. С ножом. Реально. Нож не обманет. Он сразу показывает. Получаешь ты или нет. Сейчас. Тебя длинно. Ааа. Как швейная машинка. Ну не ожидал. Ну не ожидал. Вот ты начинаешь на меня как это. То есть сразу. Раз и два. Два. Раз и два. Раз и два. Ну сейчас я так же сделаю. Ааа. Сделай. Что ты делаешь? Человек как правило наносит серийный удар. Наносит очень быстро. Практический ответ. То что реально никто не дает. Тому как бить ножом. Ну на самом деле обучать как бить ножом практически никого не нужно. Человек в психическом состоянии. Он без всякого курса ножевого боя. Он так вот начинает ножом резать. У нас мы проводили спарринги по ножевому бою. И один был молодой парень в Дагестане. 16 летний. Он всех порезал. У них в крови это сидит. И здесь когда человек ходит в состоянии психической. Активный. Идет. 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 Автоматив. Отличие нашей работы это выработка боевых рефлексов. Направленных на уходы с линии огня, с линии атаки. И принципы биомеханики. Три удара. Три, да? Три, да. Па! А! А!